Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня появился новый пешеходный переход. Что вы думаете по этому поводу? У пешеходов переход действительно новый, яркий, подсвечен и увеличен. То есть в темное время суток без пешеходов будет видно. Особенно это хорошо, что в преддверии 1 сентября это сделано. То есть детки, маленькие пойдут в школу. Всех их будет видно. А как вы считаете, вообще стоит увеличивать количество таких переходов? Как это повлияет на безопасность наших детишек? Конечно стоит. Переходы все должны быть найдены. Безопасность наших детишек будет делать. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас открывается новый пешеходный переход, который значительно отличается от других. Вот что вы можете нам рассказать о данном переходе и по каким сделанным технологиям и с учетом каких правил безопасности? Ну, во-первых, он не новый, он обновленный. Наверное, так будет правильно сказать. Почему? Потому что на нем применены новейшие элементы, которые поспособствуют обеспечению безопасности дорожного движения. Данный пешеходный переход уже еще в прошлом году был обустроен, а именно знаками, которые располагаются на проезжей части светодиодами, освещают. Плюс дополнительно поставлен источник света, чтобы увеличить освещенность данного пешеходного перехода. Ну, а сейчас, вот именно сейчас, это, я считаю, значимое событие, когда данный пешеходный переход обустроен именно фирмой, бизнесом, да, который не остался в стороне от проблем безопасности на территории нашего города и района. Фирма ЛИК произвела работу по установке светоотражающих катафотов, а именно КД-3. Катафот дорожный, белый и желтого исполнения, потому что с 2014 года у нас уже в обязательном порядке на пешеходных переходах должна быть нанесена бело-желтая разметка, а КД-3, эти катафоты дорожные, именно по цветовой гамме, гамме соответствуют белому и желтому. Поэтому, да, использовались эти катафоты для привлечения максимальных водителей к тому, что они подъезжают к пешеходному переходу. Прослужить они должны долго, мы надеемся, что они обеспечат в полной мере безопасность на данном участке и поспособствуют в этом. Ну, и помимо всего прочего, данный пешеходный переход находится на пути следования в новый микрорайон, где интенсивность пешеходов большая. Вот до того момента, когда здесь появится светофор, мы именно предприняли все меры для того, чтобы обеспечить безопасность. Вообще в проекте уже неоднократно об этом говорилось, что данный перекресток должен быть обустроен уже и светофорным объектом. Но пока этого нету, вот эти элементы были нанесены, это такая первоначальная ситуация, которая нам позволит, скажем так, с наименьшими затратами, но максимально привлечь внимание. Помимо всего того, что бизнес поучаствовал непосредственно в этом обустройстве, значимым является то, что этот пешеходный переход первый в Санкт-Пербурге и Ленинградской области. Может, я, конечно, ошибаюсь, но я еще людей не видел. И при согласовании данных работ, данного вида работ, в управлении ГАИ ставился этот вопрос, и мы получили одобрение на то, что мы можем, скажем так, использовать вот эти вот светоотражающие элементы на пешеходном переходе. Поэтому это и было сделано. Спасибо большое, конечно же, нашему, нашей организации ЛИК, которая сделала выполненную эти работы. Надеемся на то, что в дальнейшем также остальные предприниматели не будут равнодушны и подключатся к обеспечению безопасности, потому что, прежде всего, речь идет о безопасности и самих, и граждан нашего города, и тех, кто пребывает к нам в гости. Ну, и хотелось бы, конечно, еще эту традицию добрую продолжить, а именно, когда новшества все появляются в Кингисеппе и в Кингисеппском районе. Так что, спасибо. Спасибо огромное. Павел Викторович, добрый день. Сегодня очень приятное событие. В нашем городе появился новый пешеходный переход. Можете ли вы что-то рассказать? Какое вы отношение имеете и счастье принимали? Ну, да, конечно, к нашей организации обратилось руководство ГИБДД по Кингисеппскому району с просьбой обеспечить безопасность пешеходных переходов в городе Кингисеппе. Ну, мы видим прекрасно, что происходит за последнее время, какая аварийность на дорогах стала, какая плотность движения, как тяжело пешеходам, как тяжело водителям увидеть пешеходные переходы. Мы, в общем-то, с удовольствием откликнулись на эту просьбу, разработали план мероприятий, рекламных процедур, которые нам позволили, в общем-то, сделать довольно-таки высокотехнологичный пешеходный переход, который отвечает всем европейским стандартам. Краска, хочу отметить, что здесь у нас с особыми отражающими элементами, которые светятся даже в ночи, ну и катафота, соответственно, дополняет этот эффект. Поэтому даже ночью водитель, который слегка увлекся своей скоростью, хочешь-не хочешь, а притормозит при виде этого пешеходного перехода. Ну, а к пешеходам, соответственно, в свою очередь будет гораздо безопаснее ходить. Все-таки Криковское шоссе – это такое место, где, в общем-то, водители довольно-таки, ну, агрессивно позволяют себе ездить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова